Как звучит космос? Чтобы добиться ощущения полета через вселенную, музыканты используют необычные инструменты — термин «вокс» и «укулеле». Большую роль играют искажения звука — от элементарного эффекта эха до сложных модуляций. Основным источником вдохновения музыканты называют ранние альбомы группы Pink Floyd. Огромное количество ранних альбомов до Dark Side of the Moon усеяно такими экспериментами. Не буду говорить про первый альбом, где их первый гитарист и вокалист Сид Барретт намеренно имитировал искажения пространственного временного континуума с помощью звуков. Петербургские группы «Циолковская» и «Транснадежность» как два созвездия с общими светилами вместе репетируют и часто дают общие концерты. Их космизм уходит корнями в философские труды Константина Циолковского, дедушки российской космонавтики. Но как музыкант может придумать звучание космоса? Ответ следует искать внутри самого человека. Там где-то вовремя запустил вот эту вот задержку, чтобы пау-ау-ау-ау-ау-ау, да? И где-то вовремя покрутил примочку. Вот. То есть механика такая, достаточно простая. А, ну, если говорить о настоящем источнике, то это внутренний космос. То есть только через внутренний космос можно к этому прийти. Примочки продаются во всех музыкальных магазинах. Спустя почти 10 лет своего развития спейс-рок остается авангардом, сложной музыкой, которую понять может далеко не каждый слушатель. Но ведь и в космонавты не всех берут, верно?